Товарищи, с вами снова Константин Калуцкий и я поздравляю вас. Поздравляю вас с тем, что чемпионат мира прошел, так скажем, процесс самоочищения. На Мундиале остались только те команды, которые пробились на турнир по спортивному принципу, в честной футбольной борьбе, обыграв своих соперников на футбольном поле и пробившись на Мундиаль в Катаре. Ну, то есть сборная Польши, которая добилась своего крысинами кабинетными методами, стукачеством и жалобами на российскую сборную, требуя ее отстранения, вот она была успешно выкинута нахер. И, в общем-то, это должно было произойти еще на групповой стадии, где поляки, показывая откровенно мерзотный, скучный и убогий футбол, умудрились каким-то образом проскочить в плей-офф. Ну, знаете, как понос, проскакивают в туалет. Вот так же и поляки как-то вот смогли своими дерьмовыми футбольными методами, убогим оборонительным стилем вот так вот просочиться между булками. И вот, пожалуйста, они попали на французов, и надо же такому случиться. Поляки в их нынешнем варианте, в их нынешнем варианте кабинетной сборной, которая боится выходить на футбольное поле, они, ну, скажем так, заставили меня болеть за сборную Франции при Дешами. Раньше я считал, что нету той сборной, которой я буду ненавидеть больше, чем французов при Дидье Дешами, которая, на мой взгляд, имея фантастический состав, показывает убогий футбол. Но поляки сперва своим крысиным поведением, а потом еще и убогим футболом Михневича заставили меня поболеть за французов. Ну, потому что Михневич, это, наверное, еще даже больший физрук, чем Дидье Дешан. Человек, имея в составе настоящих суперзвезд, вроде Зелинский, Левандовский, того же самого Шиманский, мы помним, какой креативный футболист этот Динамовец, не смогли показать на Мундиале ни одного более-менее вменяемого отрезка, ни одного более-менее понятного матча, где поляки играли бы в конструктивный, созидательный футбол. По факту, вся их надежда была на то, что Щенсный будет тащить, что действительно происходило, Галкипер. Это один из тех, кто вытащил сборную Польши из группы, ну и плюс Левандовский, может быть, что-то изобретет в атаке. Но вы знаете, касательно Левандовски, его уже можно официально назвать чокером. Это такой американский термин. Мы должны уже готовиться к американским фразам, потому что следующий Мундиаль будет как раз-таки в США. Так вот, чокер — это термин из хоккея, НХЛ из НБА, баскетбола. Это спортсмен, который вроде как является звездой, но в решающие моменты, ну, простите за выражение, лажает. Лажает по полной программе. Вот и Роберт Левандовский, покоритель Аугсбургов и Зюльтеваягеймов, покоритель Ассасун, Альмерей и прочих замечательных коллективов, всегда проваливает крупные матчи, важные матчи против принципиальных соперников. И, как оказывается, эта проблема не только на клубном уровне, то же самое происходит и на уровне сборной. В общем, поздравляю всех с тем, что эта убогая сборная покидает турнир. Простите, может быть, это предвзято, может быть, это необъективно. К польскому народу я никаких вопросов вообще не имею. У меня есть вопросы к их крысиной федерации, к футболистам, которым было не западло. Потом выходить в следующем матче стыкового раунда против уставших соперников, которые, в отличие от них, играли матч, пока поляки, скажем так, отдыхали и готовились, добившись дисквалификации России. Футболисты не сказали ни слова против таких крысиных поступков, поэтому они фактически подписались под крысиным поведением. И здесь, лично для меня, сборная Польши запомоена навеки. Ну, во всяком случае, до тех пор, пока последний футболист из этой сборной, попавший на Мундиаль, не закончит Кагеру дальше, обряд самоочищения, возможно, следующие поколения польской сборной будут спортсменами, а не кучкой политизированных крыс. Ну, а теперь давайте перейдем уже к разбору футбольного матча, где французы вынесли это дерьмо. Но сперва напомню вам, что наш спонсор – компания Балтбет, которая предлагает вам специальную акцию. Специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. По каждой можете выиграть до двух с половиной тысяч. Дерзайте, это хороший подгон в наши кризисные времена. Ну, а теперь давайте о составах. Итак, касательно французов. Ну, у них тоже своего рода кризис, потому что очень много травм было перед стартом этого турнира. Но, с другой стороны, будем откровенны, у французов такая глубина состава, такие у них мощные поколения были за последнее время, что даже в отсутствии Бензима, Погба, Канте и всех остальных состав, ну, прям, скажем, впечатляет. Итак, Льюрис на воротах, защита, Варан, Юпамекано, Эрнандес и Кюнде. Ну, здесь единственное, что, конечно, бросается в глаза, фактически здесь нет ни одного классического крайнего защитника. Эрнандес и Кюнде, ну, как бы это сказать, Кюнде вообще номинально центральный защитник по своей родной позиции. И здесь, ну, скажем так, при подключениях в атаку он не всегда достаточно эффективен, учитывая то, что все-таки здесь ему не хватает какой-то скорости, какого-то рывка и так далее. Он все-таки больше центральный защитник. Что касается Тейла Эрнандеса, здесь обратная ситуация. Он очень здорово подключается в атаке. По молодежным временам за атлетик он вообще играл фактически крайнего хава. Но здесь, так или иначе, его атакующие подключения часто могут приводить к проблемам позади. Поэтому здесь на одном фланге слишком осторожный, наверное, для фланга защиты игрок, на другом слишком дерзкий. И вот эту тему нужно, так или иначе, равновесить по ходу матча. Чуамини и Рабьё в центре поля. Чуамини — это опорник Рабьё, но это традиционная фишка Дэшама. Можно поставить на позицию скрытого левого хавбека вот такого вот универсала. Раньше Матюиди из центра смещался на левый фланг. Теперь это делает Рабьё. В общем, годы меняются, а Дэшама использует те же самые фишки. В атаке все великолепно. Гризман из глубины великолепно разгонял атаки команды в этом матче. Дембелем Бапе — сумасшедшие фланги, техничные, маневренные. И великий Оливье Жеру, теперь же официально великий, который смог забить уже больше, чем Тьерри Анри, побил его рекорд на стое. Вот уж действительно французский Ибрагимович. В том плане, что уже скоро 40 лет, а он продолжает колотить мячи. В отличие от некоторых польских суперзвезд. Касательно поляков. В щенце на воротах Кивер и Глик в центре защиты. Глик, кстати, хорошо известен многим футболистам сборной Франции. С некоторыми он даже играл в одной команде Монако, поэтому знали, как здесь его проходить. Берещинский и Кэш на флангах. Дальше Крайховьяк, который тоже хорошо известен многим французам по выступлениям в местной Лиге 1. И чуть повыше Шиманский и Зелинский. Это, конечно, бросилось в глаза всем, потому что фактически здесь поляки отказались от чистого опорного хавбека. И вышли с очень таким креативным центром поля, где и Крайховьяк, мы знаем, способен классно поддержать атаку. А уж Зелинский и Шиманский, ну, здесь вообще никаких вопросов. При этом, вот, если мы берем фланги, то здесь один фланг закрывает Каминский, а другой Франковский. Который так на секундочку в свое время закрывал позицию крайнего защитника. И даже на этом чемпионате мира выходил на позиции латераля. Футболиста фланга обороны, фактически, у поляков. То есть здесь поляки, с одной стороны, выставили очень креативный центр поля, чтобы попытаться, как видимо, воспользоваться отсутствием Канте и Погбаи, тем, что у Франции фактически один классический центральный хавбек. Повторю, Рабье очень много смещается на фланг. Остальные футболисты, они там с головой в атаке. Чуамини должен пахать за всю команду. И здесь, как видимо, поляки рассчитывали через центр продавить своего оппонента. А вот на флангах нужно сдерживать сумасшедших крайков Франции, Дембеле, Мбапе. Поэтому здесь двойные оборонительные связки и франковский, который умеет обороняться. Вот такой вот акцент. Ну и Ливандовский на острие атаки. Что мы увидели по итогу? По итогу мы наблюдали, ну как бы это сказать, на мой взгляд, очень осторожную встречу. Очень осторожную встречу, где, с одной стороны, мы увидели поляков, которые явно боялись французов. Ну, в общем-то, типичный футбол сборной Польши, как бы что там ни вышло. У меня такое ощущение, что поляки, они попав на французов, в принципе, уже смирились со своей участью. Они уже добились охранительного результата. Не мытьем, так катанем. Как говно в проруби добрались до плей-офф кое-как. И это уже там чуть ли не национальная гордость, не национальный праздник. Ну, то есть, да, сборная с такими выдающимися футболистами таким образом попадает на плей-офф. Это уже просто эйфория какая-то сумасшедшая. Ну, и попав на французов, такое ощущение, что они, не знаю, решили, что пора сливать. Ну, шансов нет никаких. Ну, тем более, что вы хотите от поляков? У них даже в национальном гимне поется про Наполеона Бонапарта. И это не шутка. Ну, знаете, каждому свое. Французы в Марсельезе в своем гимне поют про свободу, равенство и братство. Поляки поют про французского тирана, который упразднил французскую республику и воссоздал монархию. Причем в деспотическом виде. Как говорится, каждому свое. Ну, и поэтому здесь, как видимо, у них сработал какой-то этот рефлекс. И они решили, что раз уже в гимне у нас появится про француза, давайте мы еще и на футбольном поле облажаемся по полной программе. Потому что здесь поляки сидели в обороне весь матч. Да, кто-то скажет, у них же был офигительный момент. Да, у них был один момент в первом тайме, который стал результатом, ну, скажем так, индивидуальных действий отдельно взятого футболиста Берешинский. Крайний защитник Польши вломился в оборону французов. Те, я не знаю, как видимо, слишком привыкли, что поляки вообще не атакуют, расслабились. Тем более, как я уже сказал, на флангах обороны не самые, возможно, уместные футболисты играют в плане обороны. Тео Эрнандес очень много подключается в атаку, не всегда успевает вернуться. Кюн Дэни на свои позиции все-таки играть профильный. Поэтому здесь поляки, хоть и опасались флангов атаки Франции, но при этом могли воспользоваться проблемами флангов обороны. И вот свой единственный опасный момент они вот так вот создали. И вот здесь Лигерис показал, что значит большой голкипер большой сборной. То есть, чем отличается голкипер топовой сборной от маленькой? У голкипера слабой команды очень много работы, и он должен тащить постоянно. И ему могут простить одну ошибку, потому что он потом получит шанс еще 10 раз исправиться и 10 раз спасти свою команду. Голкипер топовой сборной, у него может быть один момент за весь матч, когда он должен включиться в игру. Но он должен это сделать на 100%, спасти свою команду, не косякнуть. И он во время матча не должен потерять концентрацию. И вот Лигерис это сделал. Вот один единственный момент у этой мертвой сборной Польши был на то, чтобы хоть что-то там создать у ворот соперника. И тут Лигерис потащил две попытки подряд. Здесь, скажем так, французы совместными усилиями потащили две попытки подряд и отбились. И знаете, как говорится, не забиваешь ты, забиваю тебе. Баппе сделал пас в штрафную, Жеру оторвался от опекающих его футболистов, забил гол. Это выглядело настолько буднично и настолько слабо выглядела здесь оборона поляков, Ну что сразу становится понятно. Здесь проблемы в креативе есть. И это большой вопрос к Михневичу, почему его сборная нихера не показывает, имея таких классных игроков и созидательных впереди. А то, что в обороне будет проблема, когда у вас в центре защиты престарелый Камил Глик до сих пор играет, ну это было понятно. И Жеру, и все остальные начали этим пользоваться. А когда против тебя выходит Мбаппе, который включил режим Бога, ну тут хрен что сделаешь. Кириан Мбаппе провел гениальную встречу. И не только потому, что он поучаствовал в трех забитых мячах, отдал голевую передачу, забил два. Здесь в принципе Кириан просто разрывал оборону соперника. При этом, как я сказал, очень круто сыграл Горизман. То есть у многих были опасения, что Рабьо, который будет смещаться на фланг, как и хочет Дэшан, он как бы оставит центр поля таким обезлюженным, обезфутболенным, если хотите. Не будет хватать здесь футболистов. Но Горизман, он вот знаете, в стиле Месси подхватывал снаряд в центре поля, протаскивал его, разгонял атаки, и каждый раз это было настолько круто. И при этом Горизман еще и брал на себя функции Погба. Как помните, вот Поль Погба в лучших своих матчах за сборную берет мяч и протаскивают в центре поля на технике через нескольких футболистов. Обеспечивая таким образом прорыв, делая разницу, как понято говорить, и так далее. Вот был вопрос, кто возьмет на себя эту функцию. Антоха Горизман. И Горизман и Мбаппе раз за разом брали игру на себя и просто уничтожали оборону соперника за счет индивидуальных скиллов. Плюс к этому, когда у тебя есть жиру, который мало того, что забивает, так еще и способен обыграться с тобой, отдать классный пас на обострение. Здесь все просто великолепно и идеально. Вот знаете, французы, потеряв Погба и Бензима, в итоге смогли найти им замену. Жиру разыгрывает мяч и играет в пас. Может быть, не так здорово, как Бензима, но вполне достойно. Горизман протаскивает мяч в центре поля на технике и двигает снаряд в атаку не хуже Погба и так далее. Да, есть вопросы по флангу, и фланги чуть было не подвели в обороне, именно в обороне французов. Но, знаете, когда французы доминируют и играют первым номером, ну, здесь это, наверное, не так принципиально. Тем более, когда у вас в соперниках мертвейшая сборная Польши, которая ни черта не показывает.